Сферу ЖКХ вновь ждут изменения. Не успели мы отправиться от начислений за тепло, как с 1 марта нас ожидает новый перерасчет. Но на этот раз в пользу собственников. Три дня есть у абаканцев для того, чтобы предложить территорию для благоустройства в 2024 году. А еще жители могут выбрать арт-объекты к Новому году. Автохлам вне закона. Абаканские коммунальщики очистили еще один участок у жилого дома, где хозяин складировал старые авто и прочий мусор. Денег нет, но вы держитесь. До марта детские пособия за февраль жители Хакасии получат только в следующем месяце. А все из-за новаций с единым пособием. Здравствуйте. В эфире телеканала Абакан 24. Информационная программа «Сегодня». В студии для вас работает Ольга Могучия. Не переключайтесь, нам есть о чем рассказать. Начнем с городских тем. Сферу ЖКХ вновь ждут изменения. Не успели мы прийти в себя от новых начислений после внеочередной второй индексации. Как с 1 марта нас ожидает новый перерасчет. Однако на этот раз в пользу собственников есть еще два важных нововведения. О них мы расскажем далее. Хотелось бы начать с хорошей новости. Она касается у нас твердокоммунальных отходов, потому что мы уже привыкли в городе Абакане у твердокоммунального отхода говорить только плохое. Но вот хоть маленькая новость, но она приятная. А именно изменится порядок перерасчета платы за вывоз мусора при временном отсутствии жильцов. Перерасчет полагается будет гражданину в случае, если он в течение пяти дней будет отсутствовать в этом помещении. Командировка, допустим, нахождение в стационаре больницы, в санатории. То есть любой документ, подтверждающий о том, что человек отсутствует более пяти суток, можно обратиться к региональному оператору, предоставить, написать заявление, предоставить подтверждающие документы. И в этом случае региональный оператор у нас обязан будет произвести перерасчет. Подойдет такой метод расчета тем, кто, к примеру, работает вахтовым методом. Также актуален перерасчет для участников специальной военной операции. Однако в этой области остается много вопросов, и они требуют законодательной проработки, поясняет Алена Суевалова. Сегодня человек, который имеет несколько помещений, за каждое получает от рекоператора платежку за вывоз мусора. Добавим, что претендовать на перерасчет можно в срок, не превышающий 30 дней после возвращения. Второе же нововведение не столь приятно для нашего кошелька. С сентября прошлого года собственники многоквартирных домов перешли на фактическую плату общих нужд. Сейчас для расчета нормативов на общедомовые нужды применяется расчетный метод по формулам, исходя из мощности оборудования и расхода ресурсов. А вот с 1 марта новые правила. В основе расчета будут показания приборов учета в домах с аналогичными конструктивными особенностями. Только пережили, когда за январь и за декабрь мы получили квитанции за тепло, за горячую воду. И, к сожалению, там были очень большие начисления у нас по индивидуальному потреблению. Вот с 1 марта у нас изменения будут касаться общедомовых приборов учета. Предлагалось три варианта. Средний, фактический и по нормативу. И после каждого года у нас в январе в течение квартала, например, раскидывались эти уже общедомовые приборы, показания начисления либо на квартал, либо на 12 месяцев. Это тоже также можно решить на общем собрании. Но с 1 марта эта норма вступает в действие. И я думаю, что уже в квитанциях марта мы с вами получим как раз те начисления по общедомовым приборам учета, которые и увидим, насколько хорошо работают наши приборы учета, сколько они показали. Повысят с 1 марта законодатели и уровень защиты персональных данных собственников недвижимости. Согласно закону, Росреестр не будет публиковать сведения из Единого государственного реестра недвижимости о собственниках по запросу третьих лиц. Проще говоря, нельзя будет получить какую-либо выписку с личными данными собственника без его согласия. Но в чем-то усложнит работу и управляющим компаниям. Раньше управляющие компании для того, чтобы, во-первых, провести собрание, они создавали реестр собственников помещения в многоквартирном доме. Они обращались в Росреестр. Росреестр предоставлял им такие выписки, где содержалась информация о фамилии, имя, отчестве, о том, какая доля, какая там площадь этого помещения. Могли выдать такой реестр другому лицу. Сейчас у нас в связи с тем, что, во-первых, изменяется порядок предоставления таких выписок, законодатель говорит о том, что такую выписку можно получить через нотариуса, но для того, чтобы ее получить, необходимо обосновать. Добавим, что когда в силу вступают какие-то изменения в законах в сфере ЖКХ, то растет и число нарушений. Нередко управляющие компании не сразу вникают в изменения, поэтому обращайте внимание на суммы в квитанциях. И если есть какие-то нетипичные суммы, то при необходимости запросите разъяснения у специалистов. Константин Аникин, Алексей Дурнев, новости. Система погодного регулирования. Именно она помогает экономить деньги собственников многоквартирных жилых домов в отопительный период. В Абакане ее начали активно устанавливать в подвалах многоэтажек с 2018 года в рамках капитального ремонта инженерных сетей. На сегодняшний день погодными регуляторами оборудованы 72 дома в республиканской столице. Как это работает, расскажем в нашем следующем сюжете. В доме по адресу Жукова, 80, система погодного регулирования появилась с нового года. Поэтому сравнительный анализ в рамках текущего отопительного сезона делать пока рано. Но, возможно, в январских квитанциях за тепло люди конкретно с этого адреса увидят меньшие суммы по сравнению с январем 2022-го, ну, при условии той же самой среднемесячной температуры. В доме на завершающей стадии капитальный ремонт инженерных сетей, а значит, появилась и система погодного регулирования. По теплоизоляции разные дома бывают. То есть для кирпичного дома там нужно будет поджимать. И вот у нас как раз-таки стоит для этого случая вот этот клапан автоматический, который смотрит входящую температуру воды, поджимает его. Соответственно, у людей получается экономия. Тут очень большое количество датчиков. И входящие температуры, исходящие, грубо говоря, температуры. Наружные температуры воздуха, температуры в помещениях. Он все это суммирует, аккумулирует у себя. И на основании там температурного графика он уже выставляет параметры на всем доме. На сегодняшний день менее 10% многоэтажек в Абакане оборудованы системой погодного регулирования. В середине дня, когда погодный датчик показывает, что на улице минус 17, в квартиры поступает тепло, исходя из этой цифры. Ночью, когда столбик термометра опустится до минус 27, как обещают метеорологи, умная система будет регулировать подачу тепла. Ну и что немаловажно, за перетоп жители таких домов, если и платят, то намного меньше, чем другие. С 2018 года мы уже устанавливаем эти узлы погодного регулирования. Люди, конечно, в платежках это видят. То есть, если, допустим, сравнить дома, в которых не был установлен узел погодного регулирования, в холодное время, допустим, январь, когда у нас прям минуса сильные, когда они видят в платежке большие суммы, то в следующем году, в этот же период времени, в этот же месяц, они уже видят меньше суммы. А когда у нас, например, тепло вдруг, у нас минус 5 становится или там... Точно так же. То есть, ТЭЦ не может быстро сбросить температуру, конечно, она остывает медленнее. Для этого вот как раз система вот этого погодного регулирования, она его останавливает, приглушает. То есть, опять же, нет перетопа у людей комфортной температуры в квартирах. Все оборудование устанавливается в подвале дома, за исключением термометра, измеряющего температуру наружного воздуха. Как правило, его устанавливают не на солнечной, а на теневой стороне. С прибора, установленного на фасаде, информация передается в подвал. После монтажа такого оборудования подрядчикам фонда его эксплуатацией занимаются специалисты управляющих жилищных компаний. Три дня есть у абаканцев для того, чтобы предложить городской администрации территорию для благоустройства в 2024 году. Напомним, дать новую жизнь паркам, скверам и дворам можно благодаря программе формирования комфортной городской среды. Неравнодушные горожане, представители учреждений и организации могут подать заявки в Департамент градостроительства до среды 8 февраля включительно. Форма для заполнения размещена на сайте администрации. Там же есть список территорий для благоустройства. В этом году их 56, в их числе парки, скверы, дворы и не только. Из всех поступивших обращений комиссии специальной, которая организована в этих целях, будут сформированы рекомендации для формирования перечня, территории которой будут вынесены на рейтинговое голосование, когда жители уже посредством своего участия, выбора, определяют, какую территорию наиболее целесообразно благоустроить. Те городские территории, которые наберут наибольшее количество голосов, попадут в список рейтингового голосования. Оно стартует весной и продлится в течение полутора месяцев. В конечном итоге те участки города, которые займут топовые места в рейтинге, будут в приоритете на благоустройство 2024. Ну а в этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды начнется благоустройство трех новых уголков города – парка культуры и отдыха, территории в районе 29-й школы и спортивные площадки рядом с КДЦ «Красный Абакан». В 2023 году в рамках программы комфортная городская среда будет продолжена реконструкция театральной площади. Напомним, здесь городская администрация планирует отремонтировать фонтан, заменить брусчатку и подготовить место для будущего памятника. В 2023-м также продолжится благоустройство парка Победы, сквера по улице Челюскинцев, Преображенского парка и сквера у храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены. Напомним, реализация муниципальной программы формирования комфортной городской среды началась в 2018-м. Финансирование идет за счет трех бюджетов – федерального, республиканского и городского. Не упустите уникальную возможность повлиять на то, какие уголки города преобразятся в 2024-м. Надежда Савельева, Алексей Дурнев, Новости. А еще жители Абакана могут выбрать, какая световая фигура появится в новогоднем оформлении столицы в этом году. Глава города Алексей Лемин публикует на своей странице ВК-опрос по традиции о создании праздничного настроения у горожан в мэрии и начинает заботиться заранее. Но такой опрос решили провести впервые. На выбор предлагается 8 световых фигур. Чебурашка с апельсином, дракон, елочные игрушки, Дед Мороз со снегурочкой, подарки, танк, кораблик, Винни-Пух. Есть вариант и для тех, кто считает, что такие арт-объекты ни к чему, а лучше поставить больше горок. Проголосовать можно до 16 часов. 10 февраля это займет не больше минуты. В Абакане участники социального штаба обсудили благотворительные акции, которые стартуют в нашем городе в преддверии Дня Защитника Отечества. Волонтеры уже собирают посылки для военнослужащих на Донбасс. И в качестве привета из дома можно положить туда рисунки, пожелания, оформленные прямо на жестяных банках с тушенкой или сгущенным молоком. Такие добрые и нужные сувениры можно сделать всей семьей в школе или детском саду, о чем еще говорили на штабе в администрации, узнавала наша съемочная группа. Меры социальной поддержки, которые мы оказываем, наверное, как минимум вдвое по кругу лица, они расширятся. По словам участников социального штаба, они ждут заседания сессии городского совета депутатов, которая состоится в Абакане 14 февраля. Необходимо расширить число получателей социальной помощи. Теперь мерами поддержки могут воспользоваться не только семьи мобилизованных граждан, но и все участники специальной военной операции. Сейчас помощь от города заключается в предоставлении бесплатного проезда детям в общественном муниципальном транспорте двухразовое бесплатное питание в школах и освобождение от платы за детский сад. На сегодняшний день двухразовое питание получают 250 детей. У нас все время 1-2, немножечко цифра меняется. Проездные в муниципальный транспорт 168 обучающихся получили. И до школьного возраста бесплатно посещают детский сад 164 ребенка. Но поддержка, помощь семьям заключается не только в материальном обеспечении, но и в моральной поддержке. Мы все должны быть вместе. И таким объединяющим мероприятием в Абакане является конкурс патриотической песни «Полигон». Финал состоится 21 февраля. Мы готовим сейчас полюбившуюся уже многим горожанам мероприятие. Это открытый городской конкурс патриотической песни «Полигон». Буквально вчера завершился прием заявок, а уже завтра пройдет отборочный тур в Абаканском дворце молодежи. Сам конкурсный этап состоится 21 февраля вечером, вечерней концертной программой. И мы, конечно же, приглашаем на этот концерт и ветеранов, в том числе боевых действий, участвующих в локальных войнах, и жен из семьи мобилизованных, и солдат из воинских частей. Работаем со старостами по обеспечению участия жителей разных жилых районов. Поэтому будем массово приглашать людей на само мероприятие, на сам концерт. А сегодня в Абакане дан старт акции «Открытка на банку», посвященной Дню Защитника Отечества. В нашем городе в преддверии праздника готовится отправка посылок на Донбасс участникам специальной военной операции. Чтобы передать нашим воинам теплый привет из дома, можно украсить банку с тушенкой или сгущенным молоком, открыткой пожеланиям. Сделать такой подарок очень просто, своими руками. К акции может присоединиться любой желающий. Подробности по телефону 223551. К происшествиям в Абазе на пожаре едва не погибли дети. Ночью загорелся брусовой дом на 8 квартир. На момент прибытия огнеборцев горели стены, потолочное перекрытие и вещи в коридоре. Газодымозащитники спасли шестерых детей. Двое взрослых и ребенок эвакуировали самостоятельно. Причиной пожара стало замыкание электропроводки. А несколькими часами ранее в Абакане из-за неосторожного курения в коллекторе теплотрассы вспыхнули вещи. Снаружи спасатели обнаружили женщину с ожогами, а со дна коллектора вынесли мужчину. Обоим понадобилась помощь медиков. В целом за минувшие выходные в Хакасии произошло 9 возгораний. Как отметили в МЧС, все они случились в ночное время, поэтому так важно следить за проводкой и печным отоплением, а также установить дома пожарные извещатели. Это может спасти жизнь. В ДТП в Багратском районе пострадала женщина. По информации дорожной полиции, накануне днем на трассе НСЕ автоледи на Тойоте. А Аква не уступила дорогу грузовику. У виновницы происшествия травмы головы, рваные раны и ушиб позвоночника. Известно, что пострадавшая не была пристегнута ремнем безопасности, что и привело к таким серьезным травмам. А в Абакане на улице Ипподромная в ДТП пострадала пассажирка. Женщина на Тойоте Камри при развороте не заметила встречный транспорт. От силы удара вторую иномарку откинула на электроопору. Пострадала пассажирка Тойоты премио 30-летняя женщина. У нее ушиб грудной клетки. В автомобиле находился также 5-летний ребенок. Девочка была в детском кресле. Проводится административное расследование. В январе сотрудники ДПС поймали в Хакасии 260 нетрезвых водителей. Причем 59 человек сели за руль под градусом повторно. Рецидивисты предстанут перед судом, как и те, кто были отстранены от управления за пьяную езду впервые. Чаще всего именно нетрезвые водители являются виновниками и участниками серьезных дорожных аварий. Помочь в борьбе с пьянством за рулем может каждый из нас. Если вы заметили подозрительного водителя, который неадекватно ведет себя за рулем, сообщите в полицию под телефоном. 102 или 112. Озвучьте номер машины и примерный маршрут. Незамедлительно для проверки будет направлен экипаж. Житель Белого Яра накопил 50 штрафов от ГИБДД. Приставы арестовали его счета. В итоге всю сумму долга взыскали принудительно. Как рассказали в прислужбе ведомства, за превышение скорости мужчина получил штрафов на 80 тысяч рублей. Но вот оплачивать задолженность не торопился. В итоге карты и счета сельчанина заблокировали, а все, что на них было, сняли в счет долга. Кроме того, за нарушение сроков добровольной оплаты лихачу судебные приставы вынесли. И исполнительский сбор, также обязательный к оплате. В Минусинске женщина решила разменять купюру банка приколов и чуть не подвела своего приятеля под статью. В полицию позвонила продавщица одного из магазинов города, которая сообщила мужчине с поддельной купюрой. Правоохранители уже на месте выяснили, что покупатель и сам не в курсе того, что невольно стал фальшивомонетчиком. 25-летняя знакомая дала ему пятитысячную банкноту и попросила разменять ее в магазине. А бдительная сотрудница торговой точки, заметив подделку, вызвала полицию. Теперь злоумышленнице грозит до двух лет тюрьмы, а ничего не подозревающего Минусинса отпустили. В Хакасии, Красноярском крае, до сих пор ищут девушку, которая пропала 15 лет назад. Следственные органы обращаются ко всем, кто может знать о местонахождении 31-летней Марии Собецкой. На момент пропажи ей было всего 17. По информации следкома, еще 26 мая 2008 года девушка выехала на маршрутке из Минусинского бока на учебу в Хакасский политехнический колледж. После занятия отправилась домой, вышла на остановке Енисейский мост и с тех пор о ней ничего не известно. Если вы обладаете какой-либо информацией, которая может помочь следствию, позвоните в полицию. Анонимность гарантируется. Житель Белого Яра, поверив мошенникам, лишился 2 миллионов рублей. 50-летний мужчина в интернете увидел рекламу о возможности заработать на инвестиции. Поскольку в названии биржи фигурировал один из известных банков, сельчанин не засомневался в честности и открытости предложения. Далее, следуя указаниям трейдеров, сельчанин регулярно пополнял счета, которые ему называли. Виртуальный доход рос, однако, когда мужчина захотел воспользоваться правом его вывести, то сделать этого не смог. Так, мечты о легком заработке не сбылись. 2 миллиона рублей, вложенные в инвестиции, потерпевший просто подарил аферистам. Предупреждает Банк России и о новой схеме мошенничества. Злоумышленники размещают в общественных местах ЮАР-коды и крадут деньги у доверчивых горожан. Под предлогом получения социальных выплат преступники получают личные финансовые сведения. Как не клюнуть на очередную удочку аферистов, расскажем далее. Получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате и опустошить кошелек. Новая схема мошенничества набирает обороты. Злоумышленники предлагают пособия для студентов, пенсионеров и многодетных, а в результате крадут все накопления. Кьюар-код удобно, быстро, но не всегда безопасно. В последнее время в многолюдных местах стали появляться объявления, мол, социальные выплаты доступны каждому, получи бесплатную консультацию, переходи по кьюар-коду. Переходя по представленной ссылке, жертва оказывается в чате одного из мессенджеров, где ей сообщают о положенной якобы выплате. Однако, как всем нам известно, бесплатный сыр только в мышеловке. И в то время, пока вы доверчиво выкладываете злоумышленникам свои финансовые проблемы, мошенники крадут данные ваших счетов и списывают с них, возможно, последние накопления. Такие объявления обычно размещаются в многолюдных местах, на стенах домов, подъездах или на остановках. Однако любителей легких денег доступность не смущает. Наоборот, чаты даже вызывают доверие, потому что похожи на сервисы социальных ведомств. Банк России предупреждает, если вы не хотите стать жертвой мошенничества, никогда не переходите по сомнительным ссылкам. А главное, ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним данные ваших карт. Это уже порядком избитая фраза, которую используют и специалисты банков, и сотрудники МВД знакомы каждому. Однако желание удвоить капитал одним нажатием кнопки превышает страх потерять все в один миг. Если вы все-таки попались на удочку мошенников, важно предпринять эти шаги. Во-первых, немедленно заблокируйте карту с помощью мобильного приложения или личного кабинета на сайте банка. Также это сделать можно через контакт с Центробанкой в любом его отделении. В течение суток после получения сообщения о списании средств, напишите заявление в отделении банка о несогласии с операцией. Также обратитесь с заявлением о хищении денег в любое отделение полиции. И помните, если вы самостоятельно перевели деньги мошенников, или предоставили им банковские счета, то банк не обязан возмещать похищенную сумму. Будьте аккуратнее. Ксения Майер, Василий Конзычаков. Новости. Черногорец, опасаясь угроз вымогателей, перевел мошенникам 24 тысячи рублей. По данным МВД, 32-летний мужчина решил скрасить свой вечер и зашел на сайт, где предлагались интим-услуги. Позвонил по указанному номеру, пообщался с девушкой, а вскоре с ним связались неизвестные. Они стали угрожать ему и его семье. Испугавшись, житель города Угольщиков перевел крупную сумму. Установлено, что злоумышленники выходили на связь из Московской и Саратовской областей, а домен сайта расположен на иностранном хостинге. Далее наш вечерний эфир продолжит рекламный блок, затем вернемся к обзору событий дня. Где купить сантехнику? Конечно, в Водолее! Сантехника, плитка, товары для водоснабжения, отопления и водоотведения. Качественные товары под любой бюджет. Добро пожаловать в Водолей! Поверьте, даже самые брутальные мужчины известные ценители комфорта. Учтите это при выборе подарка к 23 февраля и отправляйтесь в Дом текстиля. Здесь вы найдете традиционные и креативные подарочные наборы для любимых защитников. Уютные комплекты банных полотенец от 1200 рублей, полотенце с праздничной символикой от 150 рублей. Дом текстиля. Всегда есть что подарить. Перекресток Кирова-Ерыгина 21, павильон текстиль на китайском рынке, рядом с отделом ковры. Профессиональный подход к стирке ковров. Специальное оборудование и уникальные технологии. Организуем бесплатную доставку. Мы вернем вашему ковру первозданный вид. Клининговая компания «Чистый дом». 26 46 46 Реклама В Хакасии двое школьников отравились вейпами. Оба случая зафиксированы в январе, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. По информации эпидемиологов, многие уверены, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные. Якобы это альтернатива курению табака. Однако исследования указывают на то, что использование вейпов влечет серьезные проблемы для организма. Особенно в детском и подростковом возрасте. Аэрозоль вызывает кратковременную воспалительную реакцию в легких, как и обычные сигареты. Бесконтрольное вдыхание пара, содержащего никотин, может привести к передозировке. Кроме того, электронные сигареты быстро формируют стойкую зависимость. Автохлам вне закона. В Абакане сотрудники отдела экологии с помощью тяжелой спецтехники очистили участок у жилого дома. Несколько лет хозяин складировал старые авто и прочий мусор на городской территории. И убирать его не торопился. Когда слова перестали действовать, специалисты вызвали эвакуатор, чтобы забрать вышедших из строя железных коней, а заодно убрать и прочий хлам, которого скопилось достаточно много. Дарья Казак расскажет подробности. Хозяин дома по улице Загородная, 35, доказывает, что данный автомобиль исправный. Скоро будет на колесах, и все документы на транспорт у него есть. Но по факту все складывается иначе. Мужчина то и дело кому-то звонит, угрожает сотрудникам отдела экологии и говорит, что сам бы все вывез, если бы было время. Но времени, как говорят специалисты городского управления коммунального хозяйства и транспорта, у гражданина, к слову, он не хочет называть своего имени, было предостаточно. Две недели назад сотрудники коммунальных служб предупреждали его, что в следующий раз вызовут эвакуатор, если неисправные машины продолжат находиться на городской территории. Претензии экологов связаны не только с автохламом. Территория рядом с домом замусорена. Хозяин хранит у ворот сено, сгнившие овощи и прочие отходы. А вот надо именно до своей собственности докопаться. Это вообще... Но здесь не ваша собственность подорожкается. Ну извините, но я что, не имею право в машину к двору поставить. Она не на дороге стоит. Она стоит вообще к гаражу платным. Она стоит не на дороге, но она разукомплектована. А у нее все есть. Все запчасти, все есть на нее. Все есть. Чтобы вразумить абаканса, на место приехали сотрудники полиции. В итоге за дело берется экскаватор. Техника расчищает подъездные пути к старому авто. Судя по количеству мусора, здесь по адресу Загородная, 35, хозяева давно не убирались. Кстати, и вывезти машину будет сложно. Она буквально вросла в землю. Длительное время у нас существует проблема по данному адресу, по захламлению городской территории. Неоднократно выписывались предостережения. Предостережения, они не исполняются. Последнее предостережение было выписано в ноябре месяце 2022 года. Но, как видим, ничего у нас не изменилось. На вывоз транспортного средства также предупреждались собственники за две недели, как и положено. Но, к сожалению, никаких мер уборки территории так и не было принято. Поэтому сегодня специализированной организации данное транспортное средство будет перемещено на специализированную стоянку. Специалисты просят владельца предоставить в отдел экологии обещанные документы на автомобиль. Если они есть, то хозяина платит все расходы, связанные с транспортировкой машины. И по этому адресу сотрудники обещают вновь вернуться. Территория требует уборки. И если это не сделает владелец дома, то ему придется платить штраф, а хлам просто вывезут спецтехникой. Чисто там, где не мусорят. Регулярная профилактическая работа, совместные рейды представителей территориального общественного самоуправления в жилом районе Южный дают свои результаты. Золы на улицах частного сектора становятся меньше, а мусорных баков, наоборот, больше. Те, кому так удобнее в холодное время года, используют по два контейнера. Многоквартирных домов в жилом районе Южный немногим более полусотни, а вот частных домовладений свыше 4 тысяч. Поэтому порядок начинается с улиц длинных и коротких, узких и широких. К тем, кто портит внешний облик района, у старосты всегда есть вопросы. Основная проблема – это жители, которые выкладывают золу, какие-то нечистоты на проезжую часть наших улиц. Преддомовая территория, но в основном проезжая часть, как вот здесь мы видим на улице Чапаева. Информационные листовки, безусловно, менее действенны, чем живое общение. Но бывает по-разному. Иногда выезды проходят в дневное время, иногда в вечернее. Тогда-то точно видно, дома ли хозяева. У нас два раза в неделю мы делаем профилактические рейды по прилегающим территориям. Председатели квартальных комитетов выходят на улицы. Я как староста выхожу, помощник мой. И вот мы проходим по улицам, проезжаем, смотрим. Если где-то есть нарушения, значит, подходим к жителям, разговариваем с ними. Но основная масса, конечно, положительно реагирует на наши предупреждения. Но есть такие, вот мы их называем злостники, которые не реагируют. Сегодня мы подъехали на адрес. Они и не выходят, хотя есть, находится кто-то дома, печь топится. И вот такое безобразие перед домом. Соседи жалуются. Ну и в том случае, когда у домовладельцев нет контейнеров для сбора мусора, мы просим их, чтобы они их приобрели. Основная часть наших жителей уже это сделали. Вот посмотрите по дорогам, контейнеры стоят. Но у некоторых до сих пор их нет. И куда этот мусор уходит? Если не на дорогу, то пока нам непонятно. Действительно, проехав по району Южный, мы увидели, что практически около каждого дома есть контейнер для мусора. Мы видим, что вот там, вот вдали, а вот у этого дома есть даже два, видимо, для прочего мусора и специально контейнер для золы. Мусорные баки отсутствуют в очень редких случаях. В ходе рейда такие дома, конечно, встретились. Но рядом с ними была чистота. Вот тут вопросы к соседям. От них, как известно, ничего не утаишь и ссор из СБ незаметно не вынесешь. Тем временем, чтобы стабилизировать ситуацию с вывозом мусора, рекоператор разделил потоки звонков. Как сообщает Минприрода региона, в основном жалобы на Аэросети. 2000 поступают от жителей частного сектора Абакана и Черногорска. В нашем городе особо остро проблема стоит в частном секторе жилых районов Полярный, Гавань и Космос. Для того, чтобы разгрузить линию и люди могли быстрее дозвониться до диспетчеров, рекоператор разделил потоки звонков. Жителям Абакана следует звонить по номерам 21 21 60 или 8 983 191 21 60. В течение недели перевозчик и рекоператор должны доработать графики вывоза ТКО с площадок многоэтажек таким образом, чтобы соблюдался интервал один раз в сутки. Также поставлена задача сократить сроки обработки заявок по частному сектору максимум до 5-7 дней, добавили в ведомстве. Денег нет, но выдержитесь. До марта. Детские пособия за февраль жители Хакасии получат только в следующем месяце. Это связано с тем, что семьи с детьми до 17 лет, а также беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, переводят на единое пособие. Его ввели в стране по поручению президента с 1 января 2023 года. Подробности далее. С целью исключения дублирования выплат универсального пособия, а также выплат по пособиям от 0 до 3, с 3 до 7, пришло рекомендательное письмо с Министерства труда Российской Федерации о внесении изменений на рактивно-правовые акты. То есть это для того, чтобы мы провели синхронизацию платежей. Смысл весь будет в том заключаться, что выплаты за февраль по детским получат в марте наши получатели. Те выплаты, которые производились Минтрудом Республики и которые переданы в Социальный фонд России по Республике Хакаси, вот в этом связаны. У нас различные сроки, нам надо сейчас все это урегулировать. Для этого и подготавливается нормативно-правовый акт правительства Республики для удобства населения. То есть на сегодняшний день выплаты, которые должны были, есть досрочные выплаты, когда вы подаете заявление, оно обрабатывается в течение 10 дней и в течение 5 рабочих дней производится выплата. Затем за предыдущий месяц вы получаете в текущем месяце эти выплаты. Правительство России утвердило список профессий в сфере такси и общественного транспорта, представители которых обяжут приносить работодателю справки о судимости. В первую очередь это таксисты, водители автобусов и трамваев. И даже граждане, управляющие фуникулерами и подвесными канатными дорогами. У кого в справке будет темное пятно, тот будет вынужден искать другую работу. Об этом пишет российская газета. Действующие таксисты и водители должны принести справки до 1 марта, когда вступит в силу соответствующий закон. Напомним, недавно в трудовой кодекс были внесены поправки, запрещающие судимым работать в такси и в сфере общественного транспорта. Сейчас правительство России конкретизировало, кто именно не имеет права садиться за руль, имея срок. При этом под действие новой нормы попадут прежде всего лица, судимые за насильственные преступления. И на этом пока все. Я напомню, что еще больше новостей на нашем сайте abakan24.ru Кроме того, подписывайтесь на нас в телеграм-канале abakan24 и во всех социальных сетях. QR-код вы видите сейчас на своих экранах. Присоединяйтесь. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова